Ну как тут? Вам видно, нет? Ничего не видно, не слышно. Слышно? Вот теперь слышно. О, слышно. Вот, и знаете, тихо налить. Так, ополинария. Ну, прекрасно. Ну, будем знакомы. Сейчас я тот свет еще добавлю. Вот так будет еще лучше видно. Ну, вот сейчас занятия у нас были, побыли. Видите, как продвигаемся по Евангелию от Иоанна и вопросы задают. Тогда уже жизнь. Не просто так. Пришел, постоял и... Мы знаем, когда апостол Павел вернулся из миссионерской поездки-то, продлил слово за полночь и в тихий сидел на окне. Видимо, порточку-то открыли, а рамы-то. И он со второго этажа у Павла разбился. А Павел-то подошел к нему, пал на него и говорит, душа его в нем. И он опять зашел, и все было нормально. Вот так. Как у нас нынче будет, мы сильно-то вперед не загадываем. Ну, у нас в прошлом году мы новое озеро сделали, пруд называется. Ну, там где старые-то, там бывает и старые деревья, стучок подплывет где-то, и разная глубина. А тут везде глубина одинаковая. Вот так вот. И летом она уже уменьшается, потому что до родников не докопались. У нас возможности не было, не нашли нужный экскаватор. Ну, поэтому, пока на этом остановились. А где глубоко, там рыбу нынче опять купят, мальков. Они кости не прям большие уже, если так смотреть. Вот примерно вот так вот в ладошку эти рыбы. Там у нас гальяны есть маленькие. Они, как считай, без костей, мягкие там. Ну, вот это тоже ребятишки ловят удочкой. Можно взять с собой. Рыбачить. У нас иногда девчонки рыбачат. Там подняли воду. А у нас пирс был, как заходить. Ну, на досках, на столбах доски проходить. А сейчас они под водой оказались, надо поднимать будет. Мы пруды-то делали и воду подняли довольно заметно. А уж как Бог даст. Нас не знаю, как нынче там проверят. В прошлом году бобры обижали. Норы роют в плотине, а вода-то там прорывает и пошла. И так было трудно задержать воду-то. Батюшка там ходил, у него ветлина растут, ветла, дерево. В конце огорода его. И кто, говорит, подгрызться так? Ну, это бобры. Ну, по деревьям умеют лазить или нет. До самой верху все сушки все обгрызены. Как будто бы какие-то мыши там были. Я говорю, не знаю, надо на месте смотреть. Там следы зубов-то какие-то есть. Может, это андатры. Это американская крыса водяная. Кошка у вас дали. Да, это паля наша. Она в прошлом году была совсем маленькая такая. И мы приучили ее, как сойдешь я за стол-то. У меня гальяны с собой свежие. И она сразу подбегает. А мы садимся, звоночек маленький, вот такой вот звоночек. Тинька им. Она бежит. А тут получилось, она раньше подошла. Под стол-то села. Ну, совсем махонько это. Кто позвонили, она выскочила и не знает куда бежать-то. Куда бежать, она там и была уже заранее. А у нее этого не было. Она выскочила туда-сюда. Я обязательно сажусь и у меня гальяны ей приучаешь. Ну, а сейчас она, как сажусь, а рядом шкаф и там отделение. Она туда заскакивает и ждет, когда я дам. А то нельзя делать, ну, интересно просто. Я вот так привозил, приучил ее, а она залезет туда и лапки на стол. Да и пытается залезть и нельзя. Вот так. Там у меня в деревне две голубят небольшие, а здесь одна. И в доме еще у меня пара голубей выводит. В голуби это интересно наблюдать занятия. Раньше это всякие были, куропатки, там тетерева. А сейчас многих птиц нету. Все распахали вплотную. Охотников полно. И надо, не надо, когда весна, бьют. И тогда было много разных. Даже вальшнепы были. И козадои, видно, были. Такие, редкие такие птицы были. А я с детства ими занимался. Первая книжка, помню, купил про птиц, орнитология. Был такой журнал, Виталий Бянки издавал. Лесная газета. Все, все про птичек, про гнезды. И поэтому, это у меня первая книжка была. Я Сусликов наловил, ободрял. Съездил в район, сдал за 20 километров. За первый сорт 6 копеек. 6 копеек стоит. Купить надо велосипед было. Я его купил. А в школу за 15 километров ездить. А иногда было так, экзамен сдашь, и туда и обратно. 30 километров было еще в день, туда и обратно. 60. На велосипеде это накладно было. Но мы так привыкли. Это все потом сгодилось. Я помню, у хозяева у них жил, а у них девчонка маленькая, Люда. И она ничего не ест, капризничает. Там печку ковыряет, глину с этой, с известкой. Живет, сидит. А я учился в 10-м классе, на квартире был. Я попросил. Я говорю, отдайте ее, я ее домой свожу туда. Ну и они согласились. И я ее принес. Не успел обернуться. Там у нас ласточки. Она уже залезла к ласточкам туда. Вот вечером тогда сварили. А у нее аппетита нет. А тут она целый день набегалась. А на артели, говорит, там каша кипит. Ей еще не положено. Она тоже все уметает. И картошкой, и там с молоком. Вот и все. Аппетита нет. Она одна. А когда она с компанией, это здесь, у нее аппетит. И все она понимает, если сейчас не возьмет, то через пять минут там еще не будет в чашке-то. Ей надо было торопиться. У нас про лагерь много роликов. Вы видели? Да. Про лагерь наш ролики видели? Да. Ну вот. Там много. Можно кое-что посмотреть. Что положишь сейчас, говорит, в душу ребенка, то и возьмешь. Если вот где маленький деревцо, его не привязывать, а рядом большой как столб закапывают, и за нее привязывают. Вот оно ровно тогда растет. А когда нет, я ветер наклонил, он так кособокая растет. Она никуда не нужна. Так и человек. Если им не занимается, он никакой. Он совсем ничего не знает. Как-то писали тут, я сейчас не могу где-то в Сочи, там специально такой, как под открытым небом зоопарк. Ну, привезли обезьян, гориллы. Это очень сильные, мощные такие. И у них один руководитель. Они его звали Бой. Он такой везде, первый везде, все. Ну вот, говорит, коснулся первая ночь. А они начинают ветки складывать там, вверху там стаскать вместе, перевязывать, и чтобы можно было отдыхать там, как в гамаке. А он стоит, дождь идет, он вот так вот положит лапы передние, руки-то, и вода у него стекает. А почему он такой, говорит, везде командиром, а тут нет. Оказывается, обезьяну-то эту мать его убили, охотники-то. И он воспитывался и не видел как. И поэтому сегодня уже его не научить. Поэтому ребенка надо учить сейчас. Кто-то слышал где-то, я не знаю, читали, говорили там, евреи, сказали, говорят, ты нам ребенка отдай до 5 лет, а потом что угодно учите. То есть вам его не переучить. Ну, в смысле уверовать во Христа, тут, конечно, и старику верует когда. А так-то, как правило, вот, чтобы рядом был взрослый. Как я рассказал, деревце привязывается. Я слышал такой однажды вопрос, учительница задала. Кто у вас есть самый любимый герой? Она думает там папка Корчагин там или что-то где-то. А девочка одна встала, Полина-то и говорит, а у меня любимый герой бабушка. А учительница, видать, была такая. Она говорит, ну, называет ее и говорит, наверное, бабушка у вас была верующая? В церковь ходила? Она говорит, да. И с тобой брала. Ну, тогда понятно. Эта бабушка тебя всему хорошему научит. А не верующий, чего он научит-то? Ну, дал конфетку там, съел-то и ничего нету. А это она научит ее молитвам и как понимать все по жизни. Всякому рукоделью учить там, вязать, шить. Все. Вот тут один обратился. Он, я сейчас не знаю, кто он из чеченцев или кто. Ну, видно, что из мусульман. Стал православным и стал священником. И показывать ее семью играет. И маленькая девочка лет пять. У нее такая маленькая машинка. Она ее крутит и шьет. Ее спрашивают, а кем ты хочешь быть? Она, не знаю. Я замуж выйду. Мне надо готовиться, чтобы все уметь делать. Она с пяти лет уже готовится. Не где-то шариться там, а именно быть с женой хорошей. А для этого надо, ой, много как. Вот сейчас в нее и заложи. Рассказывай, показывай. Раньше это все так и было в старые-то времена. Вот смотришь, как все с семьей сидят. А сейчас как только отделился, отдельную квартиру. А водиться с внучатами некому. А тогда было зыбко висеть, старики качают. И ребенок растет, он с дедом, он учит всякому ремеслу. Его просто показано. Это очень даже полезно. Вот есть такие фильмы ставят. Называются «Притчи». Вы можете зарядить. Православные фильмы «Притчи». Я сейчас не знаю сколько, но, наверное, их уже там пять, шесть или десять даже. Вы видели, смотрели «Притчи»? Я говорю, посмотрим. Ага. Ну, посмотреть надо, зарядить. Я не знаю тут, как найти их. «Притчи» и все, больше никак нет. Разные рассказы, они их экранизируют. Они простенькие такие, но вполне приличные, хорошие. Что ты залезла сюда, а? Ну-ка давай посмотрим, кто ты такая. О, смотри какой хвост. Это хвост у ней такой. Пушистик. Ой. Ну-ка. Смотри, ну что такое еще. Смотри внимательно. Видишь, какая она? Вот она. Маленькая была такая. А сейчас, пожалуйста, пушистая. Видишь, какой хвост, как у лисы. Ой, повернуло у меня все тут. Купел. Ну все, да. Ну давай, садись. У нас три кошки. Я там у Надежды Васильевны на голубятню как только тепло сажаю, потому что голубятня, а голубям-то много зерна надо привозить, а мышь-то этой там ходатайствует за нашу правоту. А кошка эта экологически чистая, ни отравы, ничего нет. Она с ними разберется. Нас кошку на руки не возьмем. Сколько ей лет кошки-то вашей? Три. Сколько? Три. Три года. Ну она до пятнадцати лет живет иногда. Я вот на лисы их не пускаю. Боязно. Собаки забегают и уже двух кошек разодрали. А в деревню-то приедем, там они спокойно бегают. Слышишь? Молится. О-о-о-о. Тоже. Илиди-то, какие у нее лапы-то какие же. Как сибирский кот. А у нас она не корябается. Мы с детства так приучили. Это кошка сестры. Мы вместе с моей сестрой живем. Это ее кошка. Ну-ну-ну. Она и на нее так же сама бросается. Ну у меня другая тут, которая у меня держала сильно за стенкой. Она бусая называется. Как белая такая. А мать то и другое. Она мать. Мать рыжая. Рыжая-рыжая. Красная вся. Красная и с полосками, как тигры. Так уж принято, что кошка около человека. Я слышал, что по раскопкам определили, что она считалась священным животным в Египте. А священное животное грозит смертной казни, если ты убьешь. И бальзамировали. Хоронили, бальзамировали. Даже. А это правда, что кошка даже где-то в Библии упоминается? Что собака не упоминается, а кошка упоминается? А что там? Что собака не упоминается нигде в Писании, а кошка даже, что это хорошее животное, что даже упоминается в Писании. Упоминается два раза только. Два раза. У пророка Исаии. И там будут, где бегать дикие кошки. А диких? Это не о наших-то. А в Премудрости... Нет, это кажется у Варуха. Или послание Еремии. Говорит об идолах. И кошки лазают по ним. И, ну, так сказать, ничего не могут делать. И все. А про собак больше написано. Священники там считаются как псы. Немогущие лают. Пес. Собака. И Господь об этом говорит. Насчитаем. Не бросайте святыни ваших перед свиньями и псами. Псами называются... Это не верующие люди, они кусают всех. А свиньями верующие, которые живут непристойно к греховной жизнью. То есть лишний раз им не говорится, и ты знаешь, что они такие. А собаке больше говорится. Ну, насколько это надо зарядить, посмотреть. Потому что собаки у них не привязывались. Если раненые люди где-то валялись, они нападали, доедали. Съедали все. Там кисти рук только оставались. Так с Арису и Елизавель, когда выкинули в окно-то. Ну, и гуляли там. Победа полная. Тремов-то. А потом пошли ее похоронить. Там у нее только ноги лежали. Немножко там от ног. И кисти рук все съели. Собаки. И поэтому к собакам такое отношение было. Они как кара Божья. Вот сейчас сколько говорят везде. Собаки вот тоже недавно бросились. Человека почти загрызли. А другие, ну, стараются там даже отраву бросают. То есть мнение разделилось. Я вот в Америке был и ни разу не видел, что бегала собака где-то. Нигде не видел. На поводке. Я в окно был, в синоде там посмотрел. Вот. Она ведет пять собак. Но они маленькие. И все на поводке. А тут собака бегает. Там и песочники стоят. И она песочницу везде там все запачкает. А у них так. Нарисована собака. И рядом совок и сто долларов. Если твоя собака где по правилам не надо оправиться. Сто долларов. И поэтому они на прогулку выходят уже с мешочками и с совочками в руке. Ну и правильно. Забрал, убрал там где надо стряхнул. А у нас же никто это не будет делать. Говорят другой менталитет. Ну мы привыкли к этому. Еще за кошкой ухаживать. Я считал. Вы фильм видели? Белый бим, черное ухо. О, посмотрите. О, там гремел этот фильм. Белый бим, белый бим, черное ухо. Запишите себе. Ну название слышали, да. Но смотреть фильм не смотрели. Ну вы только напишите себе. Главную роль там играет Тихонов Вячеслав. 17 мгновений весны Штирлис. И показывает, что бывают люди одинокие, там старики, пенсионеры, там кто-то. Ну у них никого нет. Но если есть собака или кошка, жизнь на три года дольше в среднем. То есть она сглаживает. Он пришел там, не ладится. Ну и что, поговорил с собакой. Там никого нет, он один. Вот так. Это мы можем подтвердить. У нас семья была большая. Десять ребятишек. Пять девчонки, пять парнишки. И у нас всегда были собаки. Отец Орещак пас. Три собаки. Да мы привыкли с ними. Огромные-огромные псы с волками там дрались. Если в санки запряжешь, как на маленькой лошадке едешь. Ну и верхом уже было садиться. Ну и ребятишки. Они необходимы были. Волки подходят. Они могут овечек много задрать. А собаки-то бросятся. И он уже ничего не сделает. Мы на этом выросли. Ну что у вас? Как вы думаете в воскресенье проводить-то? Какие планы? Я думала, что мы, наверное, на скатерть пойдем куда-то на роликах покатаемся. Ну, это хорошее дело. Ты чего залезла тут у меня, а? Наканывается. Опа. Она села и колонки греметь начинают. Фонит сильно. Мы вот были, наши родители жили в Киргизии, а там мусульмане. И мы ни разу не видели, чтобы девочка одна шла. Никогда. Они пять-шесть человек. Выскочили. И через улицу перебежали в другой дом. Кому никак. То есть они очень хранят девушек. Чтобы одна куда-то без родителей. Это немыслимо даже. И вот она одна поет. Поет хорошо. А там ее где-то вызывают на телестудии. Брат сидит и отец рядом. А одну не ставят никак. Так. У них очень строго. Я считал в Афганистане, там тоже мусульмане. Ее надо к девочке, у нее зуб болит. И к врачу. Так они сидят рядом, на кинжале руку не уводят. Никуда. Врачу сказал, вот, чтобы здесь грудь нигде пальцем не задел. Вот во рту копайся, чтобы даже нечаянно не задел. Видишь как? Мы об этом даже и не знаем. И все это имеют обоснование. То есть они берегут эту ценность. Если родилась девочка, говорит, потеряй сон. В лишний раз не улыбайся. Ей нужно строгое воспитание. И поэтому так они сохраняют их. Нам равняться с ними не приходится. Даже близко нету. Никакие мы по сравнению с ними. Это, конечно, иногда стоит им дороже везде. Не знаю, как это не понимают люди. У нас там деревня. Отпускают девчонку там лет двенадцать. Одна пасет в степи. Вы что делаете? Сколько не говорил? А некому. Ну, одна в степи. Что она сделает-то? Ну, любой подошел хулиган, и она готовая уже. Я-то до того переживаю это. Выговариваю, пасти некому. Ну, да и ты сам упаси иди. Она там надо куда завернуть. Она сбегает, там подгонит. Ну, ты чтоб на глазах был. А у ней телефон. Да чего телефон-то? Она ничего не сделает. Телефон не нужен ей. Вот так. У нас-то, видишь, большая семья, и поэтому как-то все это сглаживалось. Я не помню, чтобы у нас девчонки пасли. Десять детей у нас было, да? Десять. Десять у нас. Мать-героиня она была. Пять девчонок, пять парнишек. И у нас это не было, чтобы... Ну, как вот и глядишь, когда-то кто-то ушел куда-то или... Даже не знаю. Старшие, которые водятся с младшими, и так оно и идет. Я вот... За мной двух с половиной вырастил, а половинку другого уже другой, которому пять лет. Мы все делали там. И пеленки постирать. Мать идет на работу, никого нету. Кашку сварить, покормить. Вот. Это... За нами было. А мы вчера подметать очистили. Ну, вот. Ну, эти как. Если мы еще не знаем, то нам разницы нету. А мы прям в этом жили. А отец как-то... Ну, на палате, называется, вверху как так это сделано. Там на матку ложится, там как нары такие. А там шкура вещи. Ну, отец посмотрит там по ногам. Сколько? Все-все. А потом мать говорит, что-то там кто-то кричит на улице. Это девочки. Посмотрели свои все. Пошел моя сестра Валентина, она, кажется, с 52-го года. А она там играла или полола и уснула среди картошки. А ночью-то холодно. И она заплакала. Да как же ты, Тихон, считал-то? Да холера их знает. Я руками посчитал, вроде бы как надо. А сейчас, видишь как. Он ребенок один. Ему трудно. Ему нужно тогда быть со старшими или как. А причины разные. Разные, настолько разные, что даже… Ну, у нас как-то мы ничего об этом никогда не думали. Много и много. Вечером мы играем. У нас чужих не было. Мы своим табором всегда были. Может, это как-то и повлияло, что никуда не затянули. Ни одного пионера, ни комсомольца не было. Мы боялись этого. Боялись. Потому что говорила мать, это нельзя туда. Это Господь Бог накажет тебя. Ну и раз нельзя, значит нельзя. Рассказывает. Приходит еврейский мальчик со школы Исхак. И сразу матери заявляет. Или отцу или он. И говорит, сегодня в школе нас записывали. Там куда-то по кружкам. И спрашивали, какой ты национальности. И ты что сказал? Я сказал, я русский. Так ты же еврей. Ну, все равно я сказал, русский. Ну, вот они там-то садятся за стол поесть-то. Ну, как всегда. Курочка там у них. А ему мать поставила одну картошку. А почему одна картошка? Ну, ты русский. Вот и все. А мы, как евреи, ему курочку едим. Он видит, это плохо дело. На завтра пошел в школу. Дед ему дает десять рублей-то. А он еще не сказал. На автобус ехать там. Купишь и. А вчера до этого давал сто рублей. Стольник называется. Ну, и у отца точно так же что-то там было. И все его вот так. Вечером он пришел, и опять ему дают меньше. Он говорит, один день евреем побыл, говорит. Русским побыл. Как я вас, евреев, ненавижу. Иса, нечего. А мы-то привыкли, как русские-то. Ну, это видео уже рассказа такое. Оно может быть так. Ребенку как докажешь-то. Раз ты русский, значит, и питайся по-русски. В школу стоит там автобусы. Сесть где. Не своя машина. Своя-то это проще, но денег нет на это. Мы вот жили как-то в бедности. И бедность никогда не считали бедными. Сыты. Все. Ничего нету. Совсем нету. Я в школу прибегал первый день, когда по снегу. Прям по снегу. Прибежал, ноги под себя и грею сижу. Ничего на ноги не было надеть. А утром выгоняем, когда коров-то. А туман такой стоит. А корова где оправится? Телепешка-то у нее это. Я скажу, да раз ногами-то. Тепло. И стоишь. Ждешь, когда следующая корова кучку оставит. Опять туда перебежал и стоишь. А сегодня, если врачи посмотрят, скажут, это знаете, это микропоры, то другое, полезное. У нее трава. Трава она пережеванная и отработанная. Какие-нибудь найдут в ней полезные вещества. А мы ничего этого не знали. Просто нужда такая. Брат мне однажды сшил хорошие тапочки из коры березы. Надрал коры и сшил мне тапочки выходные. Вот сейчас из коры-то дай, так и не будет слушать. Скажи, что это такое? Кора березовая. А так все вспоминаем. Я сколько после этого видел, совсем не так живут люди. Ну, мать и отец не смотрят, а у нас за этим смотрели. Вот утром мать наказывает, что делать за день. Отец коров выгоняет, погнал, пасет. А мы здесь. Ну, и что-то там бывает, заиграешься попозже, а мать скажет. А отец-то пригонит овечек. И спросит, а почему не сделали? То есть не потяпали? Или почему сделали не так, как я сказал? Мы даже не знали. Вот это от матери слова были. Что отец скажет? Я не знал, что он скажет, но казалось так плохо, так негодно это. Старались все сделать. Отец на солнце целый день, на дожде, а мы дома были и не сделали. Ой, как это плохо. А сейчас говори, не говори, он через заборы пошел играть. А у нас этого не было. Даже поиграть было не было. Следующие ребятишки-то подрастают, и надо водиться. Водиться, то есть ухаживать. А у которых ничего не было, они ничего и не вспомнят. Поэтому у нас даже выросли, и как-то взаимосвязь. Друг друга знаем мы. А если нет ничего? Ну, даже если и много будет детей, а ты один, ни с кем не знаешься. Как-то все ровное было. Богатых не было и пасынков не было. Так. Все у вас? Ну, даже не знаю. Ну, вроде ничего. Вот. Ну, смотрите. Я готов вам ответить на вопросы, что вас интересует. Я маленько дал знать, какие мы, и откуда, и как мы вырастали. У нас все делилось. У нас все делилось. Даже ягодки соберем. Мы обязательно... Это бабушки, это дедушки, это маме, это тяти. Папы не было, тяти. Тятя звали. Ну, может быть, что-то про нашу, как жили или живем, может, интересно будет узнать. Когда вы приедете, что у вас скажут, а я вот это знал, а вот это я уже читал, или я об этом слышал. Вот у нас украшения никто не носит. Это запрещено. Ни одна девочка, ни взрослая, никто. Считают, что это неприлично. Неприлично ей. Ну, зачем оно? Мы люди такие простые, так скажем. Ничего, ничего, ничего. Я просто сказал, как. Другой человек бывает, ему пять раз скажи, он не понимает. Мы как-то приехали в район, бывший районный центр Шарщина. Ну, я там книги подарил, а потом выступать приходится. Люди собираются, мы зовем их. Ну, она стоит рядом, Галина Георгиевна-то. А я ей говорю, а у нас губы-то не красят. И сережек нету. Потом глянул, ее нигде нету. Она в кабинет пошла, сразу сняла и губы вытерла. И опять подошла и со мной стоит, разговаривает. Я гляжу, она в брюках, в штанах. А у нас это не положено, это считается мерзость. Мужская одежда на женщине или на мужчине там юбка. Ну, я возьми, да я ей скажу. Потом опять вижу, ее нету. Она оказалась недалеко живет. Она мигом побежала, переодела, юбку надела, пришла и опять. Другому пять раз десять раз скажу, она не понимает это. А это я только намек даже сказал, как у нас. Ну, это понятно, я сказал, с какой целью, чтобы она, если надо, подражала. И все. И потом у нас праздник какой-то в деревне был, она приехала. Сразу мы познакомились. Ну, женщина завоевывает сердце кротостью, смирением. Она кроткая, смиренная, нигде не вылазит, молится, свое дело знает. И вот такие люди встречаются. Вот она первый раз встретилась, и у нас сразу завязалось хорошее отношение. А сегодня ты бесконтрольно живут, как оно будет, так и будет. А оно будет, как мир вокруг шумит. Никому не верь. Иначе ты просто пропадешь. Мы об этом говорим и стараемся, чтобы знали. Вот, видели по теле, по этому, по ролику у нас там девочки были уже большие, 12 лет. Довольно большие, вот такого же роста. Я на них смотрю во время богослужения. До того тоскливо делается. И они, девчонки-то видно, и надо сейчас уже молитвой ограждать их, чтобы не было какой беды. И воруй, и дети исчезают. Никуда ни шагу, ни с кем не разговаривать. Я лежал в больнице, и одна подошла. Там она, видно, медсестра. И говорит, вот 7 лет назад уже у меня ребенок во дворе был. Вышел играть, и по сегодняшний день нигде нету. По сегодняшний день. Она такая печальная, вот как в Беслане. Детей-то убивали. Мы там ездили. И женщина на библиотеке работает. Библиотекарша, видно. И у нее ребенка убили. Так у нее видно, что лицо такое. Правильные черты и все. Но столько печали у нее. Я только стал говорить, и она сразу прослезилась. Но она не виновата. Это эти люди, которые устроили такую беду. Ну что у вас? Вопросов-то нет больше? А говорят, мы еще и не задавали. Я просто так рассказал, чтобы знали друг друга. Как у вас там голуби поживают? Да, вон они сейчас спать легли уже. Спать уже трогать нельзя их. Одна сидит на яйцах, а маленького посадил рядом там. Он сейчас только здесь был. Ну, полчаса назад еще здесь ходил. А те годы у меня в избе были мои породистые голуби. Ну, за ними наблюдать как-то не так. Потому что у него уже природно это исчезло. Они такие ручные, красивые. И вот здесь тоже в коробке держу. Две коробки, там все за решеткой. Тут не видно. Но я вставляю иногда ролики-то, показываю где. У меня охота возиться. Ну, я даже не знаю, как бы. Они утро воркуют. И днем начинают ворковать. Воркование. Вот гуси гогощут, петух кукарекает, ласится-ка щебечет. А голубь воркует. Вот по-английски если боятся, то все они боятся. Одно слово. А у нас все разное. Русский язык богатый, непревзойденный. Корова блеет, так сказать. Овечка блеет, собака лает, кошка мяукает. То есть голос так подает и у всех по-разному. Корова мыщит. Видишь как. Там лев рыщит. Откуда у вас эти голуби? Вы их где-то брали? Кого? Голубей. Ну, да. Первое-то я должен был достать, а они быстро плодятся. Вот она у меня здесь внутри, она уже третью ходку пошла. Третью ситку. Маленькие-маленькие, слепые еще. Она уже новое гнездо, уже замуж торопится. И рядом второе гнездо, и там ездит. И перестает кормить. Отец полностью кормит. Вот это я не знал даже. Я считал, оба бы кормить. Нет, один. И она сразу же два яйца снесла. Баю через день, через второе яйцо. Все. И она садится. И только выпускаю иногда. Прям бьется в решетку. Я охота скорее, чтобы оно не застыло. Яйца там. Ну, возьми тепло. Там 25 градусов. Человек, который никогда не держал, ему это и не надо. Он не знает. У нас тут большая статья была в газете. Краевой. У злого человека голуби не водятся. Я стал узнавать, у кого действительно метко это подмечено. У злого человека голуби не водятся. То есть, он даже держать будет. Они у него передохнут все. Такая птица требует очень осторожного с собой отношения. У меня они в комнате дикари. Они прямо только взять не дают. А прямо рядом на расстоянии полметра едят и смотрят. Так вот. Ну, вот я сейчас сказал, вы уже имеете какое представление. А в деревне, там у меня не в коробке, на крыше. И туда экспедиция, экскурсия бывает. Там посмотреть. Пёрышки какие-то взять себе. Детям интересно. Я могу даже в руки дать голубя. Когда на малой голубете она высокая. Но на зиму я всех в одно место сбил их. Там трудно лазить. А голубей нету. Ну, еще и нету. Ну, бывает, с человеком познакомишься. Я спрашиваю. Ну, нигде, никак. Он один. Один и один. И поэтому тревога уже. Ну, у нас как-то вышел сегодня из Потеряевки. Вы видели, приехал Игорь. Что-то привезли. Мы там на месте это покупаем, молоко и сметану. Сейчас подыскиваю бред, сколотить, чтобы вначале там обустраивать. Два домика еще приобрели. Ну, надо сделать как по-божески. Дом еще не обшитый. Обшить, а в другом месте сенки сделать. Если приедут люди, то приедете, чтобы можно было и отдохнуть, и поспать. Лагерь-то расформовали, когда на нас нападали. Мы ушли от того. Назад уже возврата нету. Ну, от нас отстали сразу. А у вас сколько времени сейчас? Время у нас сколько? Сейчас на наших часах? Да. Ну, что у нас сейчас? Двадцать часов тридцать семь минут. Восемь. А у вас четыре. На разницу с Москвой. В четыре часа. Вот так вот. Все. Я вам много рассказал. Все, вам тоже охота рассказать что-нибудь? Ну, и не знаю, что. Ну, и чтобы на равное было. А то я все говорил и говорил, а вы молчали. Ну, я думал эту тему размощались, чтобы удобнее было говорить. Вы спрашивайте. Ну, я даже не знаю, что. Что такое? Я говорю, вы спрашиваете. А я что буду спрашивать? А мне это неудобно даже. У вас в классе сколько человек? Тридцать семь. Тридцать шесть. Потому что у нас одна девочка. Тридцать шесть. И сколько? Мало. Мало. Ну, ты не знаю, как у нас учеников-то было мало. И наши ученики, они все там какие-то места хорошие занимают. Когда между классами, там какое-то соревнование или что идет. У нас учителя очень хорошие, все верующие, с молитвы начинается первое занятие, тут же иконы висят. А у неверующих что у них? С ним и говорить-то не о чем. Он еще не начнет говорить, он не знает, куда притулить, где пирс, куда поставить корабль свой. А мы знаем, объединяет вечность. Цель. Мы идем к Богу, с Богом, для Бога, тогда все понятно. У человека верующего, у него есть тормоза, он знает, а это нельзя, он тормозой засимафорил красным, а у неверующего ничего нет. Поэтому он очень опасен, этот человек. Горький говорил, человек это звучит гордо, а сегодня мы говорим, человек это звучит страшно. Какие беды везде, сейчас все печатает, много знаешь. Так, вопросов нет больше? Нету. Ну все, давайте прощаться. Посмотрели друг на друга, поговорили. Вот, в воскресенье у нас собрание идет. Вот, ну увидите, занятия как идут, какие у нас ребятишки-то, их видно. Они у нас послушные, спокойные. Ну все, отключаем это, да. Спаси Христос. Немножко познакомились. Слава Христу. 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 Слава Христу.